Доброго всем утра, пятница и этим все сказано. Спасибо, что начинаете день с нами на ЛТВ. Со мной с Татьяной Кучуриной и с Дамиром Назировым. И с программой «Наше утро». А сейчас поговорим о том, как найти работу мечты. И как правильно уволиться. Об этом нам расскажет психолог Лариса Залевская. Лариса, доброе утро. Доброе утро. Вот, согласно статистике, все меньше россиян верят, что если уволятся, то найдут работу равноценную. Да, ну вот и когда все-таки стоит задуматься, что пора увольняться, да. Все-таки надо сделать этот шаг. Когда? В каком случае? Замечательный вопрос. Хочется быть позитивным. Все меньше россиян верят в то, что найдешь равноценную, найдешь лучше. Они верят в то, что найдешь работу лучше. Потому что, действительно, последующая работа, она должна быть на уровень выше и лучше. Если человек развивается, это абсолютно закономерно. Когда задуматься, что нужно поменять работу? Тогда, когда работа для вас идет от слова рабство. Когда вы действительно понимаете, что у вас уже интереса к ней нет. У вас падает настроение только от того, что звонит будильник и надо идти на работу. Когда вы действительно просыпаетесь по будильнику, а не от порыва души. Когда началось эмоциональное выгорание, то есть уже хочется поболеть, взять больничный, все раздражает. Это говорит, скорее всего, о том, что вы не на своем месте. Гориса, а может быть, это не работа плохая, а как бы начать с себя надо? Как-то, может быть, в себе что-то поменять все-таки? Может быть, такая ситуация, что человек уже перерос там, где он уже взял оттуда все, он уже дал там все и пришел просто уже следующий уровень, например, создать собственное дело или выйти на руководящий уровень. Но что-то нужно поменять. Вырос из этого. А вот такая цифра 5 лет. Ведь, ну, считают психологи, что это именно тот период, через который желательно сменить работу. Почему именно 5 лет? Ну, то, что уже начинается вот такое привыкание, да, человек теряется этот интерес. И нужно что-то новенькое, новенькую жилку внести. Это не надо эту работу поменять. Может быть, на этой работе поменять должность. Как минимум, на этой работе поменять кабинет. Но это 5 лет – это то, где человек должен вообще на самом деле вырасти и перейти куда-то внутри себя. А вот увольнение по собственной инициативе или по инициативе работодателя, тем более, это очень тяжело переживается. Как с этим справиться? Есть, может быть, какие-то советы? Советы есть. Конечно, увольнение добровольно и также, если оно будет принудительно, оно будет тяжелым. Потому что это утрата. Что такое утрата? Это кризис в жизни, то есть резко поменялась жизненная ситуация. Конечно, до увольнения по инициативе работодателя лучше ситуацию не доводить. Если чувствуете, что жареным пахнет, лучше оказаться на шаг впереди, используя философию восточных единоборств. Я и сам хотел. Пройти и просто договориться либо по соглашению сторон. Почему? Я сейчас дам несколько такой энергетический, эзотерический аспект, но именно мне он часто в жизни помогает, и клиентам дают такой совет, он помогает. То есть, когда мы уходим сами, мы свою энергию, которому-то вкладываем, мы ее имеем как бы возможность забрать. Когда нас увольняют или когда нас покидают, например, в случае развода, то часть нашей энергии остается на этом предприятии. И вот отсюда такое болезненное. Расставание и переживание. Да, да, да. И опустошение. Опустошение. И тогда, например, почему-то эти две недели, допустим, написала заявление, у тебя есть две недели, там, собрать какие-то свои вещички, завершить дела, ходить и с офиса собирать, например, какую-то свою энергетику, с кем-то попрощаться, кому-то там сказать все, что ты о нем думаешь. Это важно сделать. Называется завершение отношений. Если я решила подстраховаться и уже думаю о том, чтобы уйти, например, с одного места работы, но не предупредила об этом еще своего нынешнего работодателя, а уже ищу другую работу. Напоминаю, работодатель может сейчас смотреть тебя. Да, это очень хорошо. Чисто гипотетически. И вот я уже ищу другую работу. Как мне верно объяснить тому новому моему потенциальному работодателю, что вот я не уволилась потому-то. Вообще это вот такая странная история. Я ищу работу здесь, но уже ищу другую работу. Что нужно сказать, как нужно себя повести в этой ситуации? Ну, так, естественно, и ведите. Вы к мне очень хорошая фраза. Я еще там не уволилась, но, знаете, я рассматриваю другой вариант. И если вы работодателю интересны, он подождет вас. Скажите, как нужно подготовиться к собеседованию и как себя вести на нем? Вот мне всегда так симпатична эта позиция, когда люди приходят и думают, что они товар. Вот отсюда потом начинается, если меня выбрали, значит, я буду играть по правилам работодателя. И тогда вот путь к эмоциональному выгоранию будет очень короткий. На самом деле, очень важно понимать, что это ваша жизнь. И это вы сейчас выбираете, работать у этого работодателя или не работать. То есть вот так, да? Я должна спросить, что он может предложить. Да, какие будут условия работы, какое будет условие труда, то есть чисто рабочее место. То есть относиться к равноправному партнерству. Да, это партнерство. Это, кажется, не бог и царь, которые сейчас решают мою судьбу. Я сама делаю выбор, работать мне здесь или нет. Устраивает меня это или нет. Потому что под работу подвязано мое здоровье, мое присутствие, вообще моя жизнь, моя семья, отношения с детьми. Если работодатель будет, говорит, рабочий день с восьми, и пока, так сказать, вы не упадете, то я сразу ранее говорю, знаете, меня это не устраивает. Как-то готовиться нужно к собеседованию? Как бы не готовься, все надо уметь видеть эту обстановку. В любом случае, ведь человек принесет то, что в нем уже есть. Вы дополнительное образование за два вечера не получите. Вы придете и просто расскажете, какой у вас опыт работы, чем вы владеете, какое у вас образование, что есть. И вот тут уже действительно мы сидим и договариваемся, устраиваем друг друга или нет. Максимально естественно, да? Максимально естественно. А чего не следует делать на собеседовании? Я поняла, не следует молчать, например. Ну, то есть нужно рассказывать, должен быть диалог. А чего еще не следует делать на собеседовании? Не следует делать вид, что вы представляете себя то, чего вы себя не представляете. Не следует обманывать себя, в первую очередь. Знаете, я вот это умею, а на самом деле это не умею. Надо сказать, вы владеете такой-то компьютерной программой? И лучше сказать честно, что я не владею, но если надо, у меня есть способности овладеть ее в течение недели. Об этом лучше сказать честно. Если человек в возрасте, ну сейчас, если каждые 5 лет менять работу, то в 48 ты можешь прийти к новому работодателю, и это часто бывает, ну косо смотрят на людей в возрасте. Как себя подать, чтобы взяли? Знаете, мне кажется, это ложное убеждение, что людей в возрасте не берут на работу. Например, возьмем бухгалтера. Вот, например, девочка, которая пришла после института, и у нее маленький ребенок, бухгалтер, она и умеет значительно меньше, чем бухгалтер, которая проработала на разных предприятиях 35 лет. У нее есть действительно такое достоинство, она очень легко ориентируется в законах, в каких-то документах, в способах налогообложения. Я вот, ну, как-то, мне кажется, это ложное убеждение, что с возрастом не берут. Конечно, может быть, в 50 лет на секретаршу не возьмут, да, где надо очень быстро бегать, быстро там, ну как-то так реагировать на что-то, да. И, наверное, в 50 лет и не пойдет женщина на эту должность. Спасибо вам большое. О том, как пережить увольнение, найти работу мечты, мы беседовали с психологом Ларисой Залевской. Далее прогноз погоды на три дня. Продолжение следует...